Научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфон заявил, что зима 2024 года стала самой снежной за последние несколько десятилетий. Погоду в этом году можно назвать неоднородной. На протяжении всей зимы отепели, сменялись аномальными морозами, сильные морозы привели к коммунальным коллапсам в ряде регионов страны, обильные снегопады парализовывали движение на федеральных трассах, проливные зимние дожди также доставили немало проблем южным территориям страны. Нынешняя зима вообще богата на разные аномалии. В начале февраля на севере в Мурманске было теплее, чем на юге в Сочи. Стоит отметить, что царили морозы не везде. В Ростове давно, например, днем воздух прогревался до плюс 7. 1 марта на календаре. Сегодня наконец-то наступила долгожданная весна. За долгую зиму все мы соскучились по теплу и солнцу, длинному световому дню. Но, к сожалению, календарная весна не всегда совпадает с приходом весны климатической. Несколько дней назад синоптики страны уверяли нас, что вот на этот раз весна наступит в России без опозданий. Однако сейчас они уже заново по-другому считают. Считают, что на большей части русской равнины почти весь март на земле продолжит лежать снег, а на термометрах будет держаться минус. Более того, в некоторых регионах на старте календарной весны вероятны суровые зимние морозы и обильные снегопады. Когда закончится климатическая зима и что приготовил нам первый весенний месяц, будем разбираться с нашим гостем в студии Никита Перерова, ведущий синоптик долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра. Доброе утро. Доброе утро, Никита. Так, ну у нас схема уже с вами отработанная. Давайте обсудим сначала, что мы уже пережили. Какая у нас была зима? Типичная, нетипичная? Ну, скорее она была типичная для Хабаровского края. А что такое типичная зима для Хабаровского края? Это морозы, пронизывающий ветер и сухая погода. В принципе, большую часть зимы у нас такая погода и наблюдалась. В начале зимы, если вы можете вспомнить, у нас наблюдались выходы южных циклонов. Были обильные снегопады, метель. Хабаровский ветер усилился до 23 метров в секунду. Так, можно сказать, зима прокладывала себе дорогу. И дорогу проложила достаточно хорошую, потому что потом установилась холодная погода. В декабре у нас было сухо, температура в пределах нормы. Аналогичная погода наблюдалась и в январе. Декабрь был разве в норме, да? Потому что такой хуй дубак, я прям помню, был перед Новым годом. Да. Правильно, подметили. В декабре была... Я немножко ошибся. В декабре была температура ниже нормы. А в середине месяца у нас отмечалась аномально холодная погода на Хабаровского края, в том числе сильные морозы. Видимо, я хотел, чтобы она была теплая. Просто вспоминаю, что сомнение... Она была холодная, да, действительно. В декабре был какой-то лютый, а вот в январь был, у нас помню, потепление было. Ну, как-то вот, да, было какое-то в один из месяцев, было какое-то потепление. Это тоже нормально для зимы? Да, если не ошибаюсь, в начале января у нас отмечался рост температуры, да, у нас восстановился, так называемый, широтный перенос воздушных масс. А вот в декабре у нас наблюдался северо-западный перенос, к нам проникали очень холодные воздушные массы. Вот, поэтому, да, все-таки январь у нас была такая небольшая передышка, он был в пределах нормы. А рекорды в феврале были какие-нибудь побиты у нас? Например, просто плюс 4? Да, это что это было, я хотел спросить? Да, это было что-то с чем-то, можно сказать. Это было ненормально, конечно. У нас 13 и 18 февраля были перекрыты суточные рекорды температуры, причем 18 февраля, когда было почти плюс 5, предыдущий рекорд был перекрыт почти на 4, почти, даже не почти, а ровно на 4 градуса. Здорово было. А вот февраль, это же у нас еще про ветер. По ветру у нас как там все укладывались по стандарту? Ну, кстати, в этом феврале ветра было не так уж и много, на самом деле. Он был такой слабый, да умерен. Даже в отдельные дни у нас был ветер настолько слабый, что у нас наблюдались неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Может быть, замечали, что пахло какой-то гарью, каким-то вот таким вот дымом. Это да, это так называемое НМУ. А в Хабаровске всего три дня было сильным ветром. Это конец второй, начало третьей декады. До 15-18 метров в секунду ветер усилился. Но все-таки обычно у нас февраль более ветреный. Так, ну а что с мартом? Вот он начинает сегодня первое число. Давайте по декадам, как обычно, пробежимся. Хабаровская регион. Ну, если говорить про первую декаду, то она будет все-таки умеренно морозной. Март начинается у нас с температуры на несколько градусов ниже нормы. Далее мы вернемся к норме. И только в конце декады можем ее немного превысить на 1-2 градуса. Это что касается температуры. Ну, если говорить про вторую, третью декаду, то, конечно, температура будет неизбежно повышаться, потому что происходит климатический рост температуры. Солнце поднимается выше, день становится длиннее, температура все-таки повышается. Ну, если говорить про вторую, третью декаду, то там уже возможны повышения дневных температур на юге Хабаровского края и в том числе в городе Хабаровске до 5 градусов и выше. Но вообще то, что март снежный месяц, он доказал нам самый первый день. Ну и вообще до этого, помню, опыт всегда в марте засыпает Хабаровск. В этом году такой же планируется прогноз или март будет выделяться? Ну вот если говорить про ближайшие дни, то да, сегодня и завтра у нас на юге и в центре Хабаровского края пройдет снег. В ночь на 2 марта местами сильные, это будет связано с влиянием циклона, который смещается вдоль побережья Приморского края и уходит дальше к Сахалину. В Хабаровске вот в ночь на субботу умеренный снег будет, потом до конца декады мы ожидаем преобладание сухой погоды на территории Хабаровского края. И следующий циклон по предварительному прогнозу нас посетит в конце декады, это 10 марта. А вот сейчас коммунальные службы города, конечно, порадовались очень сильно. Насколько ветринным будет первый месяц? Ну вообще, март это все-таки уже больше переходный месяц, да, то есть мы движемся к весне, в атмосфере происходит перестройка процессов, резкая смена воздушных масс приводит к усилениям ветра. Но пока сильного ветра мы не ждем, по крайней мере, в первой декаде. В Хабаровске ветер усилится это 3-4 марта, но он будет в градации умеренной, это в пределах 9-14 метров в секунду. Сильный ветер может быть на побережье Татарского пролива и Охотского моря. Что касается льда, у нас лед все еще существует по зимнему графику, насколько толщина, опасно ли выходить сейчас на лед? Да, сейчас на ледах наблюдается спокойная гидрологическая обстановка, так называемый зимний режим, реки в берегах, происходит постепенное истощение русловых запасов. На реках и южных районах края толщина льда 40-60 сантиметров, в центральных и северных районах 80-130. У города Хабаровска 85 сантиметров толщина льда на Амуре, это меньше нормы на 14 сантиметров. Что касается выхода на лед, то, конечно, безопасно там, где это специально для этого места. Какие-то переправы, так называемые зимники. В других местах толщина льда может быть, конечно, существенно меньше от того, что мы измеряем. Это мог быть полыньи, особенно это касается тех районов, где наблюдается сток канализационных вод. А когда у нас будут... Это вот получается чуть ли не все протяжение набережной вдоль города. А вот когда у нас будут кино показывать на набережной, что лед пошел? Вообще в Хабаровске лед трогается обычно 19 апреля, такая средняя дата. Ну и по рекам южных районов Хабаровского окраина. В центре и на севере это уже третья декада апреля. В этом году мы ожидаем, что ледоход у города начнется в пределах среднем многолетних дат или на 3-4 дня раньше обычного. Так, ну и последний вопрос по поводу паводков. Нам в этом году их ожидать стоит или не стоит? Консультация о характере ожидаемого весеннего полудия будет выпущена на следующей неделе, это 5 марта. А прогноз 5 апреля. То есть пока рано об этом говорить, нужно еще собрать необходимые данные, необходимую информацию. Понятно. Приятные прогулки. Ну там уже будет скоро. Да? Скоро будет. Все будет. У нас в гостях был Никита Перерова, ведущий синоптик долгосрочных прогнозов Хабаровского гидромедцентра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok